Мы доехали, идем за нашей машиной и проходим, посмотрите, трамвай, здесь еще трамваи, мы в Америке еще трамваи не видели, они походу электрические, вон он заряжается, стоит, но он, наверное, метро заменяет, скорее всего, наземное. Мы сняли на прокат. Мы сняли на прокат Тойоту Королу. Сколько стоило, Ленчик? Что-то со страховками на двое суток, 250 с детским креслом. И возврат в другом месте. Абисбаджет. Абисбаджет – это одна компания. И мы находимся в городе Милуоки. Население 600 тысяч человек. Сегодня, посмотрите, никого нет. Одного только такси. Трафика в городе нет. Вообще, про этот городок есть что рассказать, немножечко, но есть. Но я рассказывать сейчас не буду, потому что мы будем здесь завтра. Конечно, по прогнозу стоит дождь, но мы там поколдуем, может, дождь все-таки уйдет. Мы сейчас едем в глубь штата Висконсин. И там у нас запланированы интересные такие небольшие экскурсии в маленьком-маленьком городке. Но экскурсии красивые, интересные. И когда я вбивала в TripAdvisor, что посмотреть в Висконсине, даже не только в TripAdvisor, именно этот городочек, посоветовали посетить и посмотреть все его красоты. Поэтому мы выдвигаемся туда. А что за город? Висконсин Дэлс называется. Нам будет ехать часа два. Поэтому поехали. Пока мы остановились, чтобы Антону купить кофе, расскажу немножечко про штат Висконсин, чем он вообще знаменит и известен. Его в Америке называют молочной столицей Америки, потому что это аграрный штат, здесь очень много всех плантаций, кукурузы, здесь очень много коров. И этот штат очень популярен своими сырами. Говорят, здесь сыры просто великолепные, безумно вкусные. Но если будет такая возможность, мы, конечно же, их попробуем. А чем еще известен штат? Он известен... Здесь в начале 20 века жило очень много немцев. И, соответственно, они сюда перенесли свои любимые традиции. Он известен также пивом и колбасами. Например, пиво Миллер. У него есть завод в Милоке. Это куда мы приезжали на поезде. Туда проводят экскурсии. Они есть, но на данный момент пока закрыты. Ну и, соответственно, есть еще очень много других пивоварен, куда можно пройти на экскурсию. В наши дни, похоже, все расписано, потому что это здесь очень популярно. Большинство экскурсий стоят либо бесплатно, либо буквально там 10 долларов. Но в конце дают на пробу то пиво, которое они делают детям, какие-то безалкогольные напитки. Ну, говорят, интересно. Вот. Ну и что еще здесь? Здесь зимой холодно, здесь снег. Лето теплое. Аж и... А, еще здесь очень много озер. Поэтому мы вот сейчас едем по трассе и видим кто-то и с каяками, кто-то еще с чем-то, потому что люди просто плавают, наслаждаются этой красотой этого штата. Естественно, рыбалка, охота. Они у нас уже проснулись как кофе, Антон. Крутое. Вкусное? Да. Ага. Может, мне тоже взять? Ну ладно. Прямо в леднике. Отлично. Мы приехали на новую водную экскурсию. А мы сейчас едем по реке, а на дороге есть два тура. Один уходит вниз по реке, другой вверх по реке. Я читала, мне тут сказали, что вверх по реке намного красивее. Вот мы посмотрим. Там выйдем сеньюшки, погуляем, и потом вернемся. Маленький пляж. Он такие классно уединенные. Приезжаешь и плаваешь. Очень уединенный. Там густой лес. Ну, комаров там, наверное, не, ну, красиво. Я бы там остаюсь с палаткой. Да. А еще здесь можно по реке покататься вот на таком четбосе. Если хотите быть мокрыми. Ну, я думаю, индивидуально тоже можно взять наподобие таких. А тут красиво? Да. Тебе нравится? О, это где цвета. Так. Куда-то мы пребываем. Неплохая, да, остановка? Хорошая, красиво все. Блин, так это прям какой-то этот парк юрского периода. Искать пещеру. Убежище. Что-то не то. Мы приехали на шоу. Вот такое вот шоу. Шоу для пенсионеров. Оливия свои трюки показывает. Чего нам, собачка, перепрыгивающая? У нас вот есть циркачка. Да, Оливия? Перепрыгнешь камень? Да. Да? Ты готова? Папа, ты готов? Да. Ну, все. В следующий раз готовьтесь прыгать. Мы приехали на новую экскурсию. Называется Карета. Смотрите, здесь я припарковал машину. И кто у нас тут? Лось. Привет, привет. Да. Антон вам снял взрослую. Вон мама. А еще, оказывается, тут олененок. Я его даже не видела. Представляете? Это Бэмби. Бэмби. Сейчас поедем вот на этой корейке. Жалко, что он не белый лошадь. До этого белая полоска уехала. Так, Антон, берегись голову. Самое главное, наклоняться, беречь пальчики, локти и голову. Алина, ты наклоняешься? И мы приехали на новую экскурсию кормить оленей. Стоит 14 долларов. Детям 10 долларов. Еду купим же? Еду, да, конечно. А где еда? Здесь тоже готово. А, еда? А, фут 4 доллара виза. Ну, и кому нужны рога, можно приобрести рога. 850 долларов. Полторы тысячи долларов. Мы зашли все в парк. Называется Олени и парк. Еще. Да, олива. Олива кормит оленей. Какая олива, молодец. Ставим были голодные. Всего ты хочешь? Они такие классные. Смотри, сколько их так много. Я вижу, вижу, вижу. Давай скоро я понесу эти печеньки. А еда у нас есть? Нет, нет. Ее надо кратить. Смотри, мы вошли в азарт. Они ходят прям по дороге. Сейчас у меня божут. Ничего себе. Смотри, надо так же. Что хотят? Что хорошее. Папочка, дай мне печеньки. На. Мне печеньки. Нет, мама, хватит. Ох ты, он все ест. Эмоции просто не описать. Это так классно. Вы кормите оленя из своей руки. Представляете, он ест у вас из руки. То животное, которое бегает в лесу, оно здесь. Их здесь сотни. И классно не только деткам, но и взрослым. У меня такой детский восторг. Починячий восторг. Так классно, олени. Их тут много. Их можно покормить. Если вы вдруг будете в Висконсине, в это место вы должны заехать обязательно. Вам понравится. Особенно, если у вас есть дети. Даже если нет детей, вам тоже понравится. Я думаю, это первое место по посещению. Реально, такой детский восторг какой-то. Да. Необычный. А, дерево отца. Хозявочка. И у нас новый аттракцион. Магическое шоу. Начало через 15 минут, мы уже опаздываем. Мы сейчас пришли на шоу. Видео во время шоу снимать будет нельзя, поэтому все. Вот так вот выглядит зал. Все так красиво. Антураж есть такой магический. Нам дали места по центру. Всем доброе утро. Всем привет! Всем привет! Всем доброе утро! Доброе, доброе, доброе. Где мы сейчас? Мы в Висконсин Делси, в отеле. И мы собираемся уезжать. Здесь была буквально одна ночь. На улице у нас довольно-таки тепло. 20 градусов. Отель Holiday Inn. Смотрите, елки. Голубые ели получаем? Это голубые ели? Может быть, да. Там, походу, да, там, как будто посмотрели. Народ прям покрытый. Отель Holiday Inn. Второй раз становимся в Holiday Inn. И здесь классные завтраки. Нам понравилось. Здесь мало того, что мы поели, так еще есть такие пакетики, называются Grab and Go. Мы такие взяли, два пакетика с едой. Да, мы взяли бананы. Вот они. Бананы, апельсины. А где взяли? Омлет. В общем, на весь день. А в какой город мы потом поедем? Здесь, здесь. А потом мы хотим в Мэдисон. Мэдисон? Да. Мэдисон – это столица штата Висконсина. Ничего себе. А после Мэдисона? А после Мэдисона в Милуоке. Милуоке. Самый крупный наш город штата. А Мэдисон меньше, что ли? Да. И он столица. Да. Там стоит Капитоль. Но это я расскажу позже. Пойдем. Мы приехали прокатиться на паровозике в мини-зоопарк. Смотрите, здесь какие классные шапки. Коровка. Это какой-то, не знаю, собачка. Бык. Ох ты, какая классная. И в зеркало. Да, посмотри в зеркало. Было бы у нас в Майами прям холодно для шапок. Было бы классно. Шапочка такая стоит 17,95. Делается вручную. Вот, видите? Ну, классно. Черепашка тут есть. Орел американский. О, Алива, ну-ка, одень американского орла. О, Алива, одень. Классно. Давай. Ой. Подожди, во. О, класс. Иди посмотри. Ленис. Ну-ка, держи его. Антон, а ты что, в костюм гномика оделся? Нет, это прикольная ветровочка. Да, замечательная. Мы приехали на новую экскурсию. Сейчас пойдем вот на этом детском паровозике кормить всех зверей. Купили для них морковку. Купили для них морковку. Купили для них морковку. На, на. Ось, ну-ка, к тебе, к тебе не кидай. Кидай, дай. Ой, Беби. Купили для них морковка. Мама. Парни ее. Это морковка, да? Да. Мы сейчас сделали остановку чтобы покормить жирафа сейчас Оливия и Ленча покормить жирафа Здесь даже ближе кормить жирафа, чем в майямском зоопарке Здесь его разрешают трогать Да, еще и трогать разрешают Ленча, тут наверно очередь, очередь Морковка упала Вот этот с чубчиком вообще простая звезда Такой прикольный Как тебе, Ленчик, сафари? Классно! Нет, очень интересно, особенно очень классная возможность для того, чтобы покормить животных Где-то еще можешь погладить жирафа, потому что в майяме жирафа гладить нельзя Ты его можешь только кормить, то на расстоянии на определенном А антиоп тоже ты нигде не покормишь здесь Вот нам это удалось сделать Мы по самому зоопарку не стали гулять, тратить на это время Но я думаю, почему не стали Потому что у нас в Майами огромный зоопарк Где ты можешь провести весь день И посмотреть всех животных даже в более лучших, в более больших вольерах, чем они находятся здесь Мы бы пошли в зоопарк, если бы было время Просто у нас сейчас еще Мэдисон, потом Милуоки Времени нет, мы бы пошли В зоопарк, я думаю, все равно нормально Здесь есть кенгуру Да, можно кенгу погладить А в майяме нет кенгуру В Майами есть Джанго Айленд, где есть кенгуру А, ну да Ну да А, ну да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok